Быстрей! А! Застрел! Всем хай! С вами Юджин и сегодня... Прекрасная музыка, такая веселая, добрая, картинка приятная, ностальгическая, а я говорю таким томным, страшным голосом. Почему? Потому что мы играем с вами в Кэптэн Уилли, Капитан Уилли. Это игра-хоррор, который вдохновлен тем самым старым мультиком от Диснея, который назывался Steamboat Уилли, с Микки Маусом в главной роли. И сейчас мы будем с вами играть в эту игру, чтобы пострематься. Судя по картинкам, которые я видел, она довольно-таки жуткая, несмотря на антураж и стилистику. И это невольно отсылает меня к моему прохождению игры Bendy and the Ink Machine. Можете здесь посмотреть плейлист с прохождением этой игры. Мы тоже вдохновлена Диснеем, старым, олдскульным Диснеем. И тоже много крепоты. Давайте играть. Горло уже устало, хотя я даже еще не орал. Мы уже здесь. Мы в каюте. Че там у нас за окном? О-о-о, жутковато, жутковато. Блин! Я прям чувствую себя, как будто я на корабле в море. Мы можем открыть. А-а-а! Я думал, ночь за окном. Это просто тонированное стекло. Можем выпрыгнуть отсюда? Не можем. Ладно, пойдемте поздороваемся с капитаном. А может быть, это я капитан? Опа! Смотрите, здесь следы. Следы указывают, что нам нужно идти вот сюда, видимо, но... А, вон он! Вон Микки Маус! Ну, погодите, давайте пошаримся здесь немножко. Тут картошечка. Мы что-то можем взять здесь? Черт! Только не говорите, что мне нужно будет картошечку эту резать. Ненавижу это. Ненавижу чистить картошку. Ага, здесь шлюпка спасательная. Ладно, пойдемте сначала вот сюда, посмотрим, что здесь еще есть. О, это камин. Это какая-то печь. Наверное, камин. И здесь просто бочки и всякое барахло. Ладно. Пойдемте поздороваемся с капитаном. Привет. Чего? Он ничего нам не говорит. Что нам нужно сделать? А, вот, есть. Иди помой палубу. Твою мать! Я не капитан все-таки. Я просто матрос. Ладно, он даже на меня не смотрит. Я настолько низшее звено для него. Палубу помыть. Эти следы, это грязь, которую нужно отмыть? Да, скорее всего, так оно и есть. Надо найти швабру где-то. Это не то? Нет, это просто... А, рычаг, который нельзя мне трогать. С этими тупыми руками. А где же швабру-то взять? Вот, стоп. Возможно, здесь? Здесь картошка только. А где мои приспособления, капитан? Капитан, капитан, чем мне мыть палубу? Мне что, использовать язык свой, зубную щетку, влажные салфетки? Я не знаю, что мне использовать. Опа, смотрите. Там есть люк. Ну-ка, пойдемте в люк. Почему капитан не сказал мне, где швабра находится? Может быть, потому что я уже здесь давно, и я должен как бы знать об этом? Нет. Я могу зумить на следы. Не могу их убрать. Быть матросом непросто. Погодите, вот же! Вот же тряпка с ведром. Отлично! Наконец-таки. Все, оттираем. Нужно все следы оттереть. Кто наследил? Это я, что ли? Я следы оставляю. Нет, у меня чистая подошва. Это наш капитан, видимо, наследил. А может быть, у нас пароход туристический? Здесь было только что много туристов. Вечеринку устраивали. Тогда были бы разбитые бокалы шампанского или другого пойла. Не важно. Моя задача не думать, а делать. И не задавать никаких вопросов. У матросов нет вопросов. И я не спрашиваю. Просто тру. Благо, это не мой язык. Во всех этих играх меня интересуют только пугашки. И всегда в таких играх приходится делать всякую дебильную работу, прежде чем тебя начнут пугать. Но мне интересно. Иногда разработчики игр делают очень прикольные техники, чтобы использовать рутину для испуга, для наращивания атмосферы. Посмотрим, как здесь это будет работать. Может быть, если я вдруг упущу какие-то следы или плохо почищу картошку. Я уверен, что нам придется это делать. Кто-то прогневается. Кто-то, не будем показывать пальцем, кто прогневается. И устроит нам взбучку. Темную нам замутят. Скорее всего, как-то так это будет. Слушай, а по-моему, я все сделал. А, возможно, еще возле капитана есть. Да, вот следы. Капитанушка, все. О, щетка исчезла. Я сделал все. Отличная работа. Картошку дипа чисть, окей? Блин. Мы знали, что все этим обернется в итоге. Где там нож? Ну, давайте чистить. Что там? Как это делается? Я чищу? Я, по-моему, мимо. О, я режу. Я не чищу картошку. Она уже почищена. Фу. Кто это сделал, интересно? Кто чистил картошку? Это моя работа, вообще-то. Я уже нормально начистил. Она уже сыпется на пол. Но пол-то чистый, так что все окей. И куда ее нести? Может, в мешок сложить? Тут даже негде ее готовить. Смысл ее резать. Сэр? Сэр, готово. Ну, отлично. Иди кидай уголь в топку. Понял. Уголь в топку. Смотрите. Я тыкаю. Тыкаю лопатой. А что, если я тыкну ему прям в сраку? А? Ножку поднял. Срезать тебе ноги, чтобы ты не смог за мной бегать потом. Хотя не факт, что это будет он. Но здесь больше никого нет. Может быть, Кракен появится. Ладно, давайте. Берем, черпанули, кинули. Сейчас мы на полном ходу пойдем. Пересечем Атлантический океан. Главное, чтобы никакой айсберг не попался. Готово. Это было очень просто. Прочь простого. Капитан. Хорошо. Больше мне не нужна твоя помощь на сегодня. Ты можешь пойти поспать. Если хочешь. А и делать, что хочешь. Ладно. Где ты меня спал? Вот здесь. Я лучше закрою дверь на всякий случай. О! Окно тоже закрою. 29.04.1929 года. День 2. За окном солнышко. Земли не видать. Ладно, пойдемте посмотрим, какие у нас... Нет. Ты что, серьезно? Кто на след... Опять все следы появились. Палуба выглядит грязной, так что ты знаешь, что делать. Блин. Я знаю, что делать. Пойдемте делать то, что мы знаем. А, дверь. Дверь открывается на себя. Надо это запомнить. Потому что когда мы будем бежать от монстра, это может стать фатальной ошибкой. Если я вдруг открою дверь на себя, и она вот так вот меня в угол загонит. А, кстати, можно даже не нажимать... Не зажимать мышку. Оно само делается. Один раз нажал, и все. Следов как не бывало. Блин, они появились ровно в том же самом месте. Такие-то аномальные следы. Или, может быть, это следы из проявляющейся чернила. Или, может, заткнись, Евгений. Просто делать свою гребаную работу. Да. Видимо, так мне нужно поступать. Вот бы дельфинчики сейчас какие-нибудь проплыли мимо. Или акула. Ну, что-то такое. Вот, и это вызвало во мне дикий ужас. Я просто... В целом я так побаиваюсь. Побаиваюсь увидеть что-то большое на поверхности воды. Это было бы... Это было бы шокирующим зрелищем для меня. Такое ощущение, как будто волны стали громче. Ну, какое ощущение? Либо моя фантазия работает, либо реально атмосфера становится более угнетающая. О, блестит как никогда. Иди картошку не чисти, а режь. Хорошо. Хоть чистить не нужно. Резать это проще простого. Давай, режься. Давай. Оп. Сколько надо картофана? Кто это все жрет? Нечто, что в люке живет, может быть. Мы должны будем попасть в этот люк по-любому. Он не просто так здесь. Все мы сделали. А! Урод! А там кто? Ты что, штурма... О, господи! Да, они все-таки используют рутины, чтобы напугать. Хорошо режешь. Эй, ты можешь подержать штурвал на секунду? Хорошо. Иду, иду, иду. Ты будешь есть картошку? Сырую? Ладно. Ну, еще можешь в печь... Фольгу обернуть и положить в печь. Получится... Как это? Картошка в мундире называется? Но она уже не в мундире, потому что кто-то ее почистил. Он... Он исчез? Он, блин, исчез. Ладно. О, мы можем рулить! Воу! Лево руля! Право руля! В целом, пофигу. Вообще, куда мы плывем? Какие у нас ориентиры? Как мы пилингуем наше местонахождение? Лампа есть? Что? Лампа? Это гудок! А долго нам рулить? И куда рулить? Ладно, просто рулим. Делаем вид, что мы активно работаем. Тра-ля-ля, туда-сюда. Давайте развернем корабль. По-моему, мы... Это ничего не делает, да? Солнце все по-прежнему с той стороны. А! Блин, да хватит! Вди нахрен! Микки, ты действуешь мне на нервы Что ты, что ты хочешь сказать? Да, я понял, вставай сам Закидай уголь в печь, а потом делать, что хочешь Как он умудрился-то по-разному меня напугать? А, что за... Страшный звук был угля не хочешь а жареного угля не хочешь нет ну конечно же сейчас он также появится гений любит неожиданно возле нас поэтому мы готовы к этому и кричать кричать конечно не будем уголь приги к лопате все теперь делаем что хотим идея спит делаем что-нибудь там эдако здесь мы найдем какой-то ключ сто пудов спустим шлюпку чтобы сбежать точно отдать спать в принципе тут больше нечего делать кроме как спать закрыть окно если вдруг штору пойдет чтоб волны не брызгали мне наружу 30 04 29 года день 3 гребанная музыка начинает действовать мне на нервы ты здесь нет следы снова следы я в принципе знаю что нужно делать кажется ты снова проснулся значит делать иди да иди отсюда иди отсюда работай я иду работать у меня тут есть стамина такое ощущение как будто я начинаю тормозить почему я торможу убрать 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 стереть здесь ручка не появляется то есть может быть это не юзабильный предмет а может быть он юзабильный будет потом от вот слушай иногда я бегу очень медленно иногда прям ускорясь начинаю а стрейфом стрейфом и бежим пипец как быстро и главное не прыгать все мы запомнили этот трюк сколько дней мы должны продержаться прежде чем с ума не сойдем не прыгнем в воду самостоятельно и последний наверху спасибо не за что как всегда чистая палуба но у нас картошка заканчивается под палубой есть еще о только прежде спускаться возьми свечку которая на бочке стоит хорошо что я посмотрел хорошо спросил у него че реально картошка картошка да у нас дохрена и но как скажешь ты капитан я всего лишь матрос мне нет нет вопросов делаем все делаем ну поперли вниз все-таки мы спускаемся сюда ой ой что-то покачивает вот картошка что мы должны сделать картошка почему мы не можем ее взять а смотрите что это кости человеческие кости или мышиные мы же мультяшки да наверное тоже мышь возможно это си или месяц это подсказка явно или это си как кэрот морковка пи мы нашли мы идем ой что за звук был неважно сваливаем вот мы добыли побольше картошки как будто бы ее там мало было чего высыпать а все мистер капитан мышь мистер крыс я сделал это вот это приключение было не так ли только не ходи туда часто окей ты должен еще порезать картошки ублюдская жизнь зачем зачем я пошел работать матроса лучше бы пошел поваром работать ведь тогда бы тоже резал картошку блин я всегда резал картошкой нет нету спасения от картошки он смотрел за мной ты смотрел как я режу картошку ты что извращенец хорошо проработал с картошкой вот почему он знает когда я закончил когда нет потому что он наблюдает всегда за мной а потом делать вид что такой смотрит просто на горизонт у меня еще есть небольшое задание для тебя нужно оси это кола ты получается уголь надо в общем добыть угля пошли пошли ладно побежали о поп поп не подтормаживает видите спотыкаясь ладно берем свечку да пойдем вниз он все читам наверху я вижу там что-то светится а давайте посмотрим нужно понимать тут кто есть уголь ключ ключ здесь но я не могу его взять ключ скорее всего от замка все мы теперь знаем что здесь есть ключ а вот если на нас нападут как мы убежим зайти побыстрее погодить а вот лестница фу я думал лестница исчезла ты теперь погибнешь оборачиваться он на месте окей ну блин не важно где он исчезаем он сюда высыпался не важно где этот капитан ушка стоит он всегда будет перемещаться когда его захочется так Кушай, корабли. Хорошо. Ниятно поработать на свежем воздухе. Я это говорю, стою возле печки, откуда копоть валит, наверное. Молодец. Что не боишься темноты, а? Был длинный день. Иди поспи. Я пойду посплю. Есть, это приказ. Я понял, есть, есть, капитан. Спать так есть спать. Поесть бы. Заметил, что меня не кормят. А сейчас я вижу, что что-то не так. Это ночь. Как мне встать? Что это такое, надувной матрас или водяной матрас? Что происходит? Кто-то идет. Я не могу встать. А, что? Я встал. Капитан? Микки? Микки. О, нет. Опять следы за ночь. Он ходит всегда здесь ночью. Куда нам идти? Куда нам, блин, идти? Сэр? Система нет? Нет. Я знаю, где он. Нас зовут в под... А-а-а! Как темно! Лишь луна освещает немножечко. Я же... Я не вижу практически ничего. А... Может быть, надо было просто спать лечь? Ну, бывает такое, что ты посреди ночи просыпаешься. Ложись спать сразу. Я же не вижу. Чёрн. И без фонарика здесь никак. О-о-о! Окей. Я нащупал. Нащупал люк. Теперь нам нужно нащупать... Свечку. Блин. Давайте вернемся наверх. Может быть, там я смогу взять лампу? Одну из ламп. Любую. Прошу тебя. Чёрт. Дерьмо. Почему умнеет фонарика какого-нибудь? Что угодно. Найн. Погоди. Вот же свечка. Ёлки зелёные. Всё это время была у меня... Ээээ... Ладно. Но явно капитан ждёт нас там, внизу. Спускаемся, значит. Капитан? Ой. Звуки. Я знаю, что нам нужно взять тот ключ. Тот ключ да свалить. Капитан? Капитан, вы в порядке? Я возьму ключ, окей? Он... Он улыбается. Пока что всё нормально. Ты чё здесь делаешь? Иди спи! Я возьму? А ты чё здесь делаешь? Ладно, я пойду спать. Я быстрее пойду. Это наша была миссия на сегодня. Пойти посмотреть на чудака-капитана и вернуться спать. День четвёртый. Снова музыка играет. Теперь я рад, что она играет. Солнце? Да, солнце светит. Эх, замечательно. Ну... Я знаю, в принципе, что делать. Но давайте спросим на всякий случай. Капитан? Доброе утро. У меня плохие новости. Мы, кажется, немножечко заблудились. Но не волнуйся. У меня всё под контролем, так что не парься. Тебе нужно, кажется, палубу чистить, не? Да. Капитан, у тебя была одна задача. Не сбиться с курса. И ты мне что сейчас говоришь? Я-то свою работу выполняю. Палуба всегда чистая. Кристальная чистота. И последние следы вытерлись. Отличная работа. Короче, мешки... Мешки нужны с картошкой. Значит, мы идём в подвал. Прыжок, прыжок, прыжок. Ускоряемся. Оп. Взял. Спустился. Не ссы. Мы уже там столько раз были. Всё в порядке. Картошка где? Картошка, картошка. Вот. Стоп. Ладно, я не думаю, что нам позволят взять ключ. Нам не позволят взять. Это потом. Это когда нам скажут. Мы не можем выполнять сами фривольно какие-то задания. Только то, что сказали делать, то мы и делаем. Ну чё? Сейчас картошки навалим, почистим. Поедим, надеюсь. Стоп. А чё? Чё, нельзя её? Нельзя резать, пока не прикажут. Ты чё-то не торопился. Ты знаешь, что делать, чтобы их порезать. Блин, да, всегда нужно обращаться за приказом к капитану. Усвоил. Я усвоил тебе. Ну давайте, режем, режем, режем. Раз. Сколько нам нужно? Четыре картошки порезать? Всегда четыре, по-моему, да? Ну чё? Нормуль. Нормуль. Теперь иди в подвал за углём, да? Ты закончил с картошкой? Нужно... У меня есть немного угля. Сэкономь энергию и отдохни. Типа сейчас нужно отдохнуть? А как же уголь? Видимо, не нужно его теперь. Потому что у него там ещё есть. Ладно. Отдохнём. Капитан приказал. Потому что мне говорили, ты будешь спать по приказу. Срать по приказу. Жрать по приказу. Не было ещё ни одного приказа жрать. Я есть хочу день девят. Капитан! Нет! Опять следы. Капитан, хочу кушать! Я вообще без понятия, где я бы находитесь. Ты меня радуешь всё больше и больше, Микки. Извините за фамильярность. Я не хочу тебя беспокоить, но... Стоп, а почему я озвучиваю так? Хотя он так говорит. Ну, у него же быть такой голос. Мне кажется, я заблудился. Так. Но, как бы там ни было, палуба должна оставаться сияющей. Если я вот так буду чистить палубу спустя рукава, тебе понравится? Блюдская мышь. Вот ты всё, Микки, спустя рукава делаешь. Абсолютно всё. Посмотри, какие у тебя фильмы в последнее время дерьмовые выходят. Ну, как так можно? Ты был такой прекрасной студией. Всё детство мне скрасил. А теперь... Эх. Потому что это, как бы, намекает его историю. Не надо браться за всё. Скупать всё. Сфокусируйся на чём-то. Но, одно мой дело, это хорошо. Это, к сожалению, и моя проблема. Я тоже очень много распыляюсь. Но у меня много интересов. Но, видимо, у него тоже много интересов. Готов. Не готова? О, боже мой. Я пропустил. Я пропустил что-то. Где я пропустить мог? Неужели? Я же... О, я тоже начал выполнять работу плохо. Я всегда это делал идеально, не пропуская ни единого следа. А-а-а! Как? Я же шёл с этой стороны. Готова, кэптен? О, ты всё очень хорош в этом. Иди возьми картошечку и... Порежь её. Я голодаю. А-а-а! Картошки, в принципе, нету. Ладно, идём вниз. В трюм, да? Это трюм называется? Я не силён в сленге корабельном. Я мало в каком сленге силён. Ну ладно. Пойдёмте, найдём картошку. Здесь она где-то была, где-то должна быть. И где-то будет, явно. Картошка. Остались только мешки с углём. Картошка. Какого? Эй! Закончилось! Кости ещё одни. Закончилась картошка, прикиньте. Кто-то её всю стырил. Ну погодите, дайте внимательнее смотреть. Она может быть за бочкой. Может быть здесь. Мы сейчас невольно не выполним приказ капитана. И это грозит нам бедой. Я понял. Я понял, к чему идёт сюжет. Мы заблудились. Еда заканчивается. И кажется, я сейчас скажу капитану, что у нас закончилась еда. И он просто на говно и зайдёт. И захочет съесть меня? Пойдёмте сообщим ему не очень хорошие новости. А то чё он? Он, да он всегда сообщает. Больше нет, говоришь? Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. У нас должен быть уголь. Иди в печку кинь. Чтобы печь не голодала, говорит он. Да. Печень должна голодать. Потому что, хоть мы и потерялись, нам нужно двигаться. Обязательно двигаться куда-то. Мы приплывём сто пудов. Заходим тогда, сделаем все дела. Оп, кормись, печка. Чтоб наш пароходик плыл-бороздил. Ушёл. Плывёт говно, как бы сказал. Морскую волку сделали. Да. Иди отдохни. Ладно, есть, слушаюсь. Я проснусь, надеюсь, сегодня. День восемнадцатый. О, боже мой, мы восемнадцатый день и без еды? Кто-то постучался посреди ночи. Ты как? Ты как-то меня пугаешь. Ты можешь, пожалуйста, взять штурвал ненадолго? Я бы мог поспать хоть немножечко. Ну, давай иди, спи. Он исчез. Ладно. Стоим, смотрим. Класс. Подудел. А, стоп, он же спит. Не надо будить его. Чёрт, он же появится сейчас, фиг знает. В какой момент? И с какой стороны? А долго он будет спать? Вообще, мышам много нужно времени для сна? Я ждал, что ты подойдёшь. Ага. А, свалил, да? Хорошо. Пожалуйста. Всё, я дальше сам. Иди спи. Мы поняли. Мышам нужно просто несколько секунд, чтобы выспаться. Это хорошо, это прикольно. Много времени они не тратят на сон за жизнь. Но и жизнь-то у них не очень. День девятнадцатый. Что с музыкой? Что с музыкой? Какая-то музыка стала немножечко тоскливая. Капитан, как дела? Куда курс держим? Пожалуйста, дайте надежду. Палуба! Должна быть чистой. Он явно устал. Я вижу, что он устал. А мы полны сил. Не знаю почему, мы столько не ели. По-моему, следов стало куда больше, чем обычно. Он что, ночами просто бродит туда-сюда? Наверное, сходит с ума. Главное, ничего не упустить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Случайно прыгнул! Хана мне. Нет! Нет, всё заново! Я просрал! Я просрал быстрее заново! О-о-о-о, боже мой! Всё заново! Ладно, я сейчас быстро наверстаю. А-а-а-а, я чистил эту палубу. Слишком много раз. Мне заплатили за гораздо меньшее количество чистых, сраных. А вот и всё. Я так думаю. И чё? Я бы хотел... Хотел попросить порезать немножечко картошки тебя. Кинуть немножко угля в печень и тип того. Картошки-то нет. Ты спятил? Блин, вот будет забавно, если выяснится, что мы сбились с курса только потому, что мне доверяли штурвал. Ладно, уголь-то ещё есть, но капитан паник. Паник духом. Блин, нельзя так. Нам нужен сильный капитан. Скажем ему? Иди отдыхай. Может быть, капитану лучше поотдыхать побольше, потому что нам нехорошо, когда капитан в таком состоянии. Двадцатый день. О, ой, 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 он стучится. Или он заколачивает мою дверь. Встаём. Ты за... Нет, он не заколотил мою дверь, слава богу. Он ведь внизу, да? Он ведь внизу ждёт, пока я к нему приду. Такое ощущение, как будто он там кого-то рубил. Капитан? Он там. Что-что-что-то? Знаешь, мы типа у нас нет еды, но я кое-что придумал. Что? Блин! Чёрт! Чёрт, я так и знал! Я так и знал, что он захочет меня съесть! Валим! О, ой, он вышел! Я понял. Нам нужна эта шлюпка. Но нам нужен ключ ещё вдобавок. Где он? Он забрал у меня... Он забрал у меня фонарь. О! Это было так тихо и непринуждённо, это нападение. Ой, вон он стоит. Застрял там. Хорошо, пока он застрял... Скорее, вниз. Картошка. Ой, картошка. Никакая не картошка. Ну, хорошо бы, если бы я нашёл картошку, чтобы скормить ему. Нам нужен этот ключ. Есть. А-а-а! Он спустился! О-о-о! Стелс начинается. Так, мы можем обойти эти ящики ещё с другой стороны, если чё. Как, блин, темно. Ой, вон он. Он продвигается вперёд. Мы же можем обойти с этой стороны? Можем. Надо заманить его сюда. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Рывок должен быть небольшой. Он не знает, где я. Грёбанная взбесившаяся мышь. Мышь! Тут сыр есть бесплатный! Ты знаешь где. Ага. Ага. Побежали! Рывок! Это забег всей нашей жизни! Быстрей! Быстрей! А! Застрял! А-а-а! 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 Шлюпка! Шлюпка! Хочу! Хочу в шлюпку! Есть! А-а-а! Я не знаю, что лучше. Всё лучше, чем быть сожранным этим стрёмным мышонком. Стрёмный мышонок. Звучит не очень стрёмно. А-а-а! Сердце забилось. Этот крик. А-а-а! Истошный вопль очень неприятный. Спасибо, что играли. А куда мы теперь? Неизвестность. Но здесь хотя бы есть шанс выжить. 50 на 50 на самом деле. Пробрало меня в конце. Как же пробрало? Вот такие вот дела. Вот такое вот приключение нас с вами ожидали. Расскажем внукам эту историю. Это знаете, как в фильме «Жизнь Пи»? Он рассказывал про тигров, орангутанов, гиен и прочее. Но на деле оказалось, что всё куда мрачнее. И я думаю, мы тоже рассказываем внукам. Да, это был капитан мышонок, скажем так. Вот он и зверел, потому что еды не было. Хотел кушать. Спасибо всем, что смотрели, друзья. Прикольная была игра. Эти следы на палубе будут мне сниться в кошмарах. С вами был Юджин. И всем... ПЯТЬ!